Ежедневно, ну и собственно говоря, срок завершения этой работы, это 15 сентября. Отопительный сезон не за горами, как коммунальщики готовятся к заморозкам. Я бы просил всех наших жителей, кто еще не вакцинировался, вакцинироваться. Ковид не дремлет. Глава Бурятии поручил усилить меры профилактики. В Улан-Удэ открыли новое здание музыкально-гуманитарного лицея имени Дандара Ишеева. Музей на рельсах. В Улан-Удэ прибыл знаменитый поезд Победы. Здравствуйте, в эфире АТВ Новости, в студии Чингис Ачиров. Совсем скоро в Улан-Удэ начнется отопительный сезон. В этом году подход к его подготовке изменился. В администрации каждого района создали комиссию по проверке многоквартирных домов. По словам начальника отдела коммунального комплекса, это позволило более эффективно проверить их на готовность. Прошедший отопительный сезон прошел удовлетворительно, без значительных технологических отказов, аварийных ситуаций. На сегодня, уже на 23 августа, из 2165 многоквартирных домов приняты 1533 дома, что составляет 71% от общего количества многоквартирных домов. Работа сложная, работы много, работа выполняется ежедневно. Ну и, собственно говоря, срок завершения этой работы – это 15 сентября. Полным ходом идет и подготовка тепловых сетей. Работы по их капитальному ремонту обещают закончить до 9 сентября. В республике в преддверии нового учебного года усилят меры профилактики ковида. Об этом глава Бурятии заявил на заседании республиканского оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Алексей Цыденов призвал помочь детям пройти учебный год без введения дистанционного обучения. Чтобы не допустить скачкообразного роста ковида, все-таки просьба ко всем, чтобы нормы безопасности соблюдали. В общественном транспорте масочный режим обязательно. В общественных местах. Мы сейчас на улицах сняли требования по маскам, не нужно в масках на улицах ходить. Но в общественных местах, в магазинах, в общественном транспорте, на работе и так далее, все-таки нужно ходить в масках, дезинфекции поверхности рук и руки тоже дезинфицировать. Ну и в целом внимательно относиться. Глава Бурятии уверен, что массовая вакцинация поможет перевести ковид в режим легкой болячки. У нас хорошо идет вакцинация, но мы можем усилиться. У нас есть запас вакцин. У нас на сегодня практически нет очередей в пункте вакцинации. И я бы просил всех наших жителей, кто еще не вакцинировался, вакцинироваться. Потому что это единственный вариант перевести ковид и запасные болезни в обычный насморк. Напомню, что пожилые люди с хроническими заболеваниями и беременные женщины до 30 сентября включительно остаются на режиме самоизоляции. Также сохраняются требования по переводу не менее 30% сотрудников предприятия на удаленку. Остаются ограничения по проведению массовых мероприятий. Приостановлена работа детских развлекательных центров и ночных клубов. 21 августа в Улан-Удэ прошло торжественное открытие нового корпуса музыкально-гуманитарного лицея имени Дандара Юшеева. Это стало возможным благодаря единой дальневосточной субсидии. На строительство потратили более 214 миллионов рублей. Наш корреспондент Ирина Циренова проверила, в каких условиях будут учиться самые талантливые ребята нашего города. Мы ждали этого момента. Мы очень верили в то, что будет все красиво. А вы сейчас сами посмотрите, действительно, какая красота у нас вокруг. Второй корпус лицея по улице Комсомольская, 29, был построен еще в 1933 году. Здание требовало не просто ремонта, а кардинальных изменений. Благодаря единой дальневосточной субсидии ветхое строение снесли, а на его месте возвели новый учебный блок. Поздравить учеников и преподавателей пришли глава Республики Бурятия Алексей Цыденов и мэр города Игорь Шутенков. Теперь здесь наши талантливые дети со всего города будут учиться, заниматься, получать общее образование. Это специальное внутреннее образование. Поэтому я еще раз поздравляю. Приложили все условия, чтобы создать комфортные условия для воспитания и образования наших детей. В новом корпусе есть художественная студия, хореографические и спортивные залы, библиотечный информационный центр, технические мастерские, столовая, кабинеты математики, истории, литературы, физики, химии, биологии. Число мест для занятий увеличилось в два раза. Теперь здесь будут учиться 700 ребят. Покажите, как вы делаете мастер. Вот только быстренько. Папельки, когда ручки стоят близко к пяточкам. Очень сложные линии. Спасибо, ребята. Ирина Циренова, Булат Зандаков, телекомпания АТВ. В минувшие выходные в Улан-Удэ прибыл уникальный передвижной музей «Поезд Победы». Это первая в мире такого рода выставка, размещенная в передвижном составе поезда, который колесит по всей стране. В нашем городе он впервые. В экспозиции используется объемный звук, театральное освещение, датчики присутствия, дым и многое другое. В общем, полное погружение. Оно происходит, например, когда слушаешь воспоминания машиниста Елены Чухнюк. Плацкартные вагоны всегда полны самых разных людей. Они как пестрая картина нашей прошлой жизни. Вот здесь шумная компания. Это военные моряки. Бравые ребята. Ладные да крепкие. Как обычно, знакомятся с попутчицами. Хочу сказать, как сам человек, прошедший полностью состав, очень впечатлен экспозицией. Во-первых, сопереживал от начала и до конца, как будто сам оказался в то время, сложное время, сложнейшее время. Наш паровоз забрал страшный состав. Сказали на дезинфекцию. Комендант посоветовал не подходить близко. Вагоны буквально кишели в шами и другими паразитами. Экспозиция очень прекрасная в том плане, что здесь сочетаются и все современные технологии, и все экспонаты, они именно подлинные. То есть вот и одежда, она по размеру, все это подобрано, потому что это подлинные экспонаты. И медали подлинные, и все оборудование, которое показано, это все действительно подлинники. В этом году наш город посетил поезд Победы. Впервые он выезжает на Дальний Восток, будет стоять в Улан-Удэ 22-23 августа. Прибытие поезда Победы в Улан-Удэ совпало с Днем флага России. И в честь этого волонтеры развернули большой триколор прямо на вокзале. Валерия Роднаева, Эдуард Жемсаранов, Жаргал Ирденеев, телекомпания АТВ. С 26 по 28 августа в Улан-Удэ пройдет военно-технический форум «Армия-2021». На специальной площадке аэродрома «Восточный» представят более 60 единиц современной военной техники. Впервые жители и гости столицы смогут увидеть образцы, которые совсем недавно поступили на вооружение. Помимо этого представят выставку музей стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны и три легендарных машины, которые принимали участие в Параде Победы в Улан-Удэ. Это танки ИС-2, Т-34 и «Катюша». Взрастное ограничение 0+. Это еще не все. Смотрите сразу после короткой рекламы. С добрыми делами и плохими делами автомобилистов. Внимание, автомобилисты! Большой брат вышел на дороге. Я поехала-то ознакомиться с отрядом «Лиза-Алерт», но в результате оказалась в гуще событий. И, собственно, захватила и не отпускает. Бороться и искать, найти и не сдаваться – вся правда о работе волонтеров-поисковиков. Хвалите себя, друзья! Похвали себя прямо сейчас! Свежий Улан Удэ Лайф с Еленой Смоленской. Покупай в «Абсолюте» выгодно. Печенье «Кика» со скидкой 30%. Всего за 139,79. С заботой. Ваш «Абсолют». Оптика ССЭК представляет коллекцию очков 2021 года мировых брендов. Создай свой новый мир в очках от оптики ССЭК. Будьте яркими. Будьте стильными. Ваша оптика ССЭК. Случалось ли вам опоздать на встречу из-за плохо припаркованного автомобиля? А может, вас грубо подрезали или просто называли обидным словом на дороге? Эмоции не самые приятные. Но теперь горе водителей можно наказать. Герой нашего следующего сюжета разработал приложение, собирающее отзывы об автомобилях по номерам. Создатель надеется, что стартап сократит количество ДТП и спасет немало жизней. С разработкой знакомился Никита Самбоцаренов. Всем привет! Сегодня у нас в гостях наш местный бурятский стартапер. Зовут его Марат. Здравствуйте! Приветствую! Всем привет! Расскажите, пожалуйста, про свой продукт немножечко вкратце. Мы создаем мобильное приложение, которое позволит снизить уровень ДТП в нашем городе, а также сделать водителей немного вежливее, дружелюбнее. Ну и в целом, я думаю, поможет людям. Можете, пожалуйста, рассказать вкратце, что за приложение, для чего оно? Мы создали мобильное приложение, которое в двух словах, если рассказать, позволит оцифровать все машины. То есть у каждой машины будет своя страничка в нашем мобильном приложении. И любой человек может создать на любую машину эту страничку, назвав ее по госномеру автомобиля. А также любой человек может найти ее и написать отзыв. Либо положительный, либо отрицательный, либо какой-либо комментарий. То есть, грубо говоря, у каждого будет профайл со всеми его грехами и победами, так сказать? Ну, с добрыми делами и плохими делами автомобилистов. Приложение называется «Обо всем». Работает оно так. Заходим в поиск, набираем госномер автомобиля и читаем все, что написали о нем другие пользователи. Это может здорово помочь при покупке или продаже автомобиля. Я думаю, у любого автомобилиста была ситуация, когда на дороге по отношению к нему другие водители повели себя некорректно, нахамили, подрезали. Либо там, допустим, на парковке кто-то загородил своей машиной. И хочется, чтобы такого не повторялось. А как это сделать? А сделать так, чтобы это стало публичным. И там будут зафиксированы все нарушения, которые люди увидели и там написали. Никита Самдоцеленов, Жаргал Эрденеев, телекомпания АТВ. В сентябре 2010 года сотня людей объединила трагедия с 4-летней Лизой Фомкиной из Подмосковья. Тогда вместе с тетей они потерялись в лесу. В течение пяти дней их никто не искал. Только когда информация о случившемся попала в интернет, неравнодушные люди вышли на их поиски. В Бурятии свой отряд «Лиза-Алерт» появился в 2017-м. Одна из войсновательниц, Вероника Ерофеева, рассказала нам о том, как все начиналось и как попасть в ряды добровольцев. В Бурятии мы начали создавать отряд, отделение региональное в ноябре 2017 года. Я поехала познакомиться с отрядом «Лиза-Алерт», но в результате оказалась в гуще событий. И, собственно, захватила и не отпускает. Не отпускает. Основной, как вы сами решили стать волонтером? Что повлияло на это? Наверное, этому способствовала вся моя предыдущая деятельность. Потому что я работала и в МВД в структурах, и в поисково-спасательной службе. И у меня полное понимание, как происходит поиск без вести пропавших. Когда я приехала на форум и сказала, что я от республики Бурятия, собственно, больше не оставалось шансов сказать, что нет, извините, я этим заниматься не буду. Но я осознала, что это сложно, что будет тяжело. Но было действительно сложнее, чем это представлялось. Принимают в ряды добровольцев с 18 лет. Других ограничений нет. У нас 24 направления, в которых можно себя реализовать. То есть это не просто пойти и ногами, так скажем, топать по городу, по лесу. Все начинается с информационных координаторов. Это люди, которые принимают заявку и начинают ее обрабатывать. То есть они прозванивают родственников, прозванивают полицию и принимают решение, что это будет. Либо это активный выезд, либо это будет инфопоиск. Либо мы просто сможем только максимум что-то сделать, это разместить ориентировку в соцсетях. То есть даже приехать, приготовить, к примеру, покушать во время поиска в районе штаба, развернуть полевую кухню, может тоже любой человек. И, собственно, мы будем этому рады. Ирина Циренова, Жаргал Ирденеев, телекомпания АТВ. Часто единственное, что нам мешает в жизни, это неуверенность в себе. Но излишняя самоуверенность тоже опасна. Елена Смоленская, по-моему, не страдает ни тем, ни другим. Поэтому именно она и проверила, как обстоят дела с самооценкой у Олан-Удэнсов. Свежий «Улан-Удэ-Лайф» прямо сейчас. Вы знаете, есть у меня один маленький грешок. Я часто опаздываю и, конечно же, ругаю себя за это. Но зато я всегда с макияжем, с прической и с прекрасным настроением. А как часто ругают и хвалят себя у Лана-Удэнса, сейчас узнаем. Вы себя уже успели похвалить сегодня? Конечно, я с этого начинаю и этим заканчиваю день. А я хотела вас похвалить за что-нибудь. Не надо. Ну вы такой яркий. За что вы себя обычно хвалите? Не обязательно. Ну, сейчас я опоздал, работаю. А? Мне надо работать. Работал, допоздал? Опоздали, работаю. А, опоздаешь на работу? Опоздаете на работу? Да-да-да. Будете за это винить, если опоздаете на работу? Да-да-да. Но зато вы поболтали со мной с такой красоткой, будете себе говорить. Да? Ну-да. Что сегодня уже успели сделать? Ставится в путь, да. А куда вы едете? В Средянку автостопом. О, ничего себе! Видите, какая музыка сразу? Угу. В Слюдянку едем. Я сегодня встала, взяла мужа за руку и привела в стоматологию, потому что у него флюс. И я очень горжусь собой. Я хочу вас похвалить. Вы траву косите? А у меня возле дома скосите? Пожалуйста! Мне 81 год всего пришел зубочки ставить. Вот это правильно. А то девки любить не будут. Вы себя сегодня уже похвалили? Похвалила. Похвалили? За что? За то, что я сегодня... Ну, сегодня за то, что это хороший день, солнечный. Это вы день хвалили, а себя? Себя, конечно, я такая красавица. Здравствуйте! Как я вас долго искала. То есть выпьем? Немножко. Ну все. До вечера. Спасибо. Как часто вы себя хвалите? Ну, себя редко. Как будто бы я начинаю думать, что действительно я такой слишком крутой. Ну, так же и есть. Нет. Часто себя ругаете за что-то? Да. За что, например? Как что? Супруге цветы не подарил. Когда в следующий раз подарите цветы супруге? Завтра. Ну, я ловлю вас на слове. Да. Подарите? На ТВ, конечно. Я себя, ну, частенько, конечно, ругаю. Немножко опоздала, но зато даже в той же дороге доехала, куда надо, живая, невредимая, здоровая. Тусуетесь? Да, я вообще люблю тусовать. И ругаете себя за это? Нет. Ну, отчасти. А давайте так. Я вот вчера потусовал, но зато... Получил эмоции. Под старость лет один остался. Вот что, нету. А больше никто не падет за меня, потому что мне много лет. Да. Да. Ну, это, может быть, вы так плохо думаете о себе? Не знаю, девушка, не знаю. Ну, вы правенькая. Ой, спасибо. Спасибо. Ну, ругаюсь за то, что могу маленько полениться. Да? И все. Это нормально. Конечно. Вот что вы сегодня уже успели сделать? О, многое. Да? Тест прошел коронавирус. Тест на коронавирус? Да. Отрицательный, надеюсь? Да. Да, документы подал на автогранпаспорт. О, а куда это вы собрались? А вот. В Европу. В Европу? Да. А что, так можно было? Конечно. Я люблю себя до слез. Какие еще у вас есть успехи вообще в жизни? За что себя хвалить? Я умею водить трамваи. Вы водитель трамваев? Еще пока нет. Я путешествую немного. Какая молодец. Встала с утра, полила огурцы, помидоры. Естественно. Умница. Умница? Да. Успела накраситься на ритм? Конечно. А во сколько вы встали сегодня? Полчаса шестого. А, пол шестого? И такая красивая. Спасибо. И с макияжем. Ну, конечно, это в первую очередь. Я такой молодец. Я видел Москву. Я видел подмосковный город Коломна. Надеюсь, много еще чего увижу? Доволен тем, что руководство считает меня хорошим. Хорошим сотрудником, и я на хорошем счету в своей компании. Вы гордитесь собой? Да. Я суперсвободный. Ну, я самая счастливая. Давайте будем солнышку радоваться. А себе? Ну, а себе я тоже солнышко. А, ну все, хорошо. Я очень классный. Да. Очень красивый. А я молодец, что я в своей почти без пяти минут семьдесят выгляжу. Хвалите себя, друзья. И будете счастливы. Пока не попробуешь, не поймешь, насколько это классно, когда ты просыпаешься, себя уже похвалил. И не важно, что происходит потом в течение дня, ты уже, уже молодец. Ну, наконец-таки, настало мое время хвалить себя. Хвалю себя за то, что я... За то, что я сделала вкусную яичницах. Хвалю себя за то, что встала сегодня в семь утра. А как часто себя хвалите вы? Пишите в комментариях. Елена Смоленская, Ринчин Павлов, телекомпания АТВ. Ну, а как вам выпуск про змей? Понравился? А, очень был интересный, да. Вы просто людей шокируете своей красотой, своей легкостью, да. Мне просто было, как бы, понятно, о чем они думают, когда они... У меня змея укусило. Где? Можно... Можно отсоснуть, говорит, прямо здесь. Вы такой счастливый. Короче, я не могу. На этом все. Еще больше новостей у нас на сайте и в соцсетях. Дарья, не переключайтесь, вас ждет полезная информация. А я на этом с вами прощаюсь. Прощаюсь с коллегами и любимой Бурятией. Четыре года в эфире телеканала АТВ. С вами был Чингис Ачиров. До свидания. Уже давно доказано, что телефоны, компьютеры и планшеты портят зрение детям. Дисплей любого гаджета мерцает, а также излучает вредный цвет. Из-за этого у человека развивается близорукость, бессонница и разрушаются рецепторы сетчатки. Ну, час-два точно за компьютером, дома сиди, да, за телефоном. А сейчас, когда учеба-то начнется, мне кажется, он еще больше будет проводить время за компьютером. И поэтому, чтобы защитить его зрение, да, защитить глаза, мы решили все-таки приобрести такие очки. Чтобы ему было комфортно учиться, заниматься и без вреда для здоровья. В оптике ССЭК доступны инновационные линзы для очков. Речь идет о разработке Стелласт. Это тысячи мельчайших микролинз, которые способствуют замедлению и ухудшению зрения ребенка. Сейчас на них действует скидка 20%. Компания «Оптика ССЭК» представляет широкий ассортимент детских оправ для всех возрастов. Сегодня мы пришли, сын выбрал несколько моделей, выбора оправ вообще большой. Определились и вот сейчас будем приобретать. В салонах «Оптики ССЭК» вам всегда помогут профессиональные консультанты. Подготовьте своего ребенка к учебному году заранее. Берегите здоровье детей и помните, что в сети салонов «Оптики ССЭК» всегда есть хорошие акции. Чингис Ачиров, Речин Павлов, телекомпания АТВ. Шокер цена в Абсолюте. Зубная паста «Коллгейт» со скидкой 35% всего за 125 рублей. Абсолют. Гарант низких цен. В «Оптике ССЭК» распродажа. Скидки до 50%. На все солнцезащитные очки, оправы и линзы для очков. Защищайте глаза качественными очками. Берегите себя. Ваша «Оптика ССЭК». Редактор субтитров А.Семкин